Всем привет, ребята! Ну что, финальная стадия Roland Garros у нас все ближе и ближе, и мы с вами продолжаем следить за этим интересным турниром. Не могу я, конечно, не прокомментировать недавний скандал, который произошел на этом турнире между Селиной Уильямс и Домиником Тимом. Если кто-то не в курсе, то кратко расскажу, что во время пресс-конференции, которая проходила после победы Тима над Куэвасом, как раз произошла сенсация. И главное, на этом турнире Селина Уильямс проиграла своей соотечественной Софьи Кенин, и американка не захотела ждать, пока закончится пресс-конференция австрийца. И, собственно говоря, организации попросили Доминика выйти и просили его переместиться в более-менший зал, так как у него проходила конференция в главном зале. И, естественно, это, конечно, возмутило очень Доминика Тима, мол, ну, как так, можно выгонять. За то, что другой Грохли хочет, видите, подождает немного. Это, как вы-то знаете, но немного впахивает чем-то феминизмом, как по мне. Ну, а поговорить с вами сегодня хотел о четверсиональном противостоянии между Мэдисен Гиз и Эшли Барци. Лично, на мой взгляд, тут вообще сложно выделять одну из фавориток, потому что штатаж и другая могут показать очень высокий уровень тенниса с абсолютно любым игроком любого уровня и, ну, даже на любом покрытии, да, потому что и у Киз на всех покрытиях были хорошие результаты, и у Эшли уже тоже она универсальная теннисистка, но вот если так объективно рассматривать эту ситуацию, то, наверное, все-таки здесь комфортнее будет себя ощущать именно Киз. Все-таки Эшли не так комфортно ощущать себя на грунтовом покрытии, и даже видно бы ее немало проблем в матче с тоже американской теннисистой Софьей Кинлин, где она уступила один из сетов. При этом как-то странно было, что Софья вроде как, находясь в психологическом таком подъеме, проиграла тридцать сет, хотя она сделала камбэк, когда была второй. Но Эшли привела свое хладнокровие, а Софья как-то, ну, немного растерялась, а может быть, просто физически уже ее не хватило банально на этот матч. Скис, конечно, будет очень непросто. Американка будет стараться много забивать, она будет загружать под бэкхенд, и Эшли будет играть слева резаными, я думаю, чаще всего. Пытается гасить американские мощные выстрелы. По личным встречам у девушек 1-1, но стоит отметить, что победа как раз-таки Мэдисон Кирс была на турнире Орлан Горов в 17-м году, причем была очень уверенная победа. И, в принципе, в данной ситуации, учитывая уровень игроков, учитывая, что играют на том же турнире, и хоть прошло и 2 года уже, но все-таки этот момент, я думаю, будет именно здесь в пользу Мэдисон. Я думаю, что Мэдисон Кирс сможет наиграть как минимум на один сет. Кстати, друзья, вы же, наверное, знаете, думаю, что такое кэшбэк, ну, если кто-то знает, кратко скажу, что это такие сервисы, которые возвращают вам небольшой процент от потраченных вами средств в тех или иных услугах и товарах и так далее. Так вот, в бетинге тоже появился кэшбэк, а именно возможность получать определенный процент с проигрыша. И с одним из таких сервисов я вас хочу познакомить. Ссылочку на регистрацию вы можете найти в описании к этому видео. Вкратце, там все очень просто. Вы регистрируетесь в этом сервисе, в нем выбирает сервис БК. Через этот сервис вы приходите в соответствующий БК и там регистрируетесь, ну и дальше уже все как обычно. А более подробные слои вы уже можете на самом сервисе почитать. Ну, а на сегодня это все, ребята. Хочу всем вам пожелать удачи, как обычно, нам хороших результатов и успешного завершения этого интересного турнира. Ну и увидимся с вами в новых выпусках. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok